Уже около ста лет человек пытается создать робота, похожего на самого себя. Сейчас мы как никогда близки к тому, чтобы создать машины, которые не только станут нашими настоящими помощниками, но и заменят человека в ситуациях, опасных для жизни. В этом видео вы увидите самых совершенных гуманоидных роботов на сегодняшний день. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Погнали! Роберт Дауни-младший, железный человек и ведущий документального сериала на YouTube «Эра искусственного интеллекта», в шестом эпизоде под названием «Заберет ли робот мою работу» знакомит зрителей с продвинутым и коммерчески доступным гуманоидным роботом Талос от RoboHut. Место съемок – робототехнический инкубатор университета Waterloo. Здесь роботы обучают действовать в неструктурированной среде, как, например, любой наш дом. Талос от Pal Robotics разработан для выполнения сложных задач в исследовательских и промышленных условиях. Умеет ходить по пересеченной местности, говорить, видеть нас и окружающий мир в 3D и использовать электроинструменты. Полностью электрический робот с 32 степенями свободы, способен поднимать груз весом до 6 килограммов каждой рукой, подниматься по лестнице, сверлить отверстия и завинчивать гайки. 175-сантиметровый Талос весом 95 килограммов может ходить со скоростью 3 километра в час. Но главное – робот полностью контролирует прикладываемое усилие и может безопасно взаимодействовать с окружающей средой, включая человека. Робота, работающего на ROS, можно научить широкому набору функций самостоятельно, но сначала его придется купить за 900 тысяч евро. А это не совсем типичные двуногие роботы, но по приносимой пользе и востребованности они дадут фору любым другим роботам в топе. Калифорнийский технологический институт совместно с компанией Wondercraft разрабатывает экзоскелет, стабилизирующий положение тела парализованного человека без костылей, управление которым основано на нейротехнологиях. Заставить двуногий экзоскелет так тесно сотрудничать с человеком – настоящая проблема. Большинство существующих экзоскелетов подразумевает использование костылей для поддержания вертикального положения. Двуногие роботы десятилетиями учатся ходить без падений, а здесь система еще и должна нести на себе вес человека. Но самое сложное – это создание нейроинтерфейса для управления роботизированным устройством. При этом такие факторы, как стоимость, долговечность, универсальность и даже желание пациентов использовать устройство, также важны, как и сама технология. На сегодня первый самостоятельно ходящий экзоскелет уже создан. В будущем совмещение его работы со стимуляцией позвоночника обеспечит прямую обратную связь между пользователем и устройством. Китайская компания Ubitec поставила своей целью внедрить интеллектуальных роботов в каждый дом и офис. На сегодня Ubitec получила более 700 пациентов в области робототехники, а самым продвинутым роботом компании является гуманоид Walker. Последняя версия робота была представлена на выставке CES 2020, обзор которой вы можете посмотреть по ссылке в подсказке. 36 высокопроизводительных роботизированных серводвигателей обеспечивают высокую точность движений робота. Система Computer Vision отвечает за обнаружение и отслеживание объектов, распознавание лиц и оценку позы человека. Motion Control позволяет планировать походку робота, навигацию, следование за целью и отвечает за координацию движения, а технология SLAM обеспечивает запоминание карты помещения, планирование маршрута и обход препятствий. Робот, ростом почти полтора метра и весом 77 килограммов, может захватывать и манипулировать объектами с помощью рук, а торс и ноги робота помогают ему удерживать равновесие, обеспечивая плавную и устойчивую походку в сложных условиях. Мультимодальное взаимодействие обеспечивают голос, зрение и прикосновение. Интересно, сколько в итоге будет стоить робот, умеющий открывать газировку? Agility Robotics стремительно ворвалась не только в число производителей гуманоидных роботов, но и на рынок двуногих роботов, почти никем не занятый. Робот Digit, созданный на базе робота-страуса Кэсси, позиционируется как робот для доставки. Руки робота с четырьмя степенями свободы способны поднимать коробки весом до 20 килограммов. Также они помогают роботу удержать равновесие и вставать в случае падения. Digit получил от Кэсси ноги с пятью степенями свободы, каждая из которых приводится в движение своим двигателем. Бедра имеют три степени свободы, как и наши, что позволяет ноге качаться в любом направлении. Два других мотора приводят в движение суставы колена и стопы. Дополнительные степени свободы заложены в голени и лодыжке, но они пассивные и не управляются двигателями, а прикреплены к пружинам, которые помогают роботу перемещаться по сложной местности. Последняя, коммерческая версия робота, получила также вращение стопы, что обеспечивает устойчивость в случае толчка в бок и позволяет балансировать на одной ноге. Система восприятия робота включает четыре камеры Intel RealSense, используемые для обнаружения препятствий, а также LiDAR. Робот сам контролирует, надежно ли он захватил коробки и умеет обходить стороной людей. Но самым динамичным двуногим роботом уже много лет остается Atlas от Boston Dynamics. Робот разрабатывается не для конкретного применения, а как исследовательская платформа. Atlas обладает одной из самых компактных мобильных гидравлических систем в мире, которая при этом обеспечивает высокую мощность для любого из 28 гидравлических соединений, позволяя роботу выполнять прыжки и сальто. Управляющее программное обеспечение Atlas не говорит роботу, как перемещать его суставы, а использует математические модели базовой физики тела робота и того, как он взаимодействует с окружающей средой. Соотношение прочности и легкости достигается за счет 3D-печати. Робот весит всего 80 килограммов при росте полтора метра и может передвигаться со скоростью полтора метра в секунду. Интересно, что жидкость, которую качают клапаны гидравлической системы робота, красного цвета, и при нарушении целостности системы из робота буквально течет кровь. Общее управление Atlas осуществляет оператор, но адаптируется к изменениям окружающей среды робот сам, с помощью стереокамер и лидаров. Некоторые задачи, например, перекладывание коробок на складе, робот может выполнять автономно. Нет сомнений, что в ближайшее время компания начнет искать варианты коммерческого применения для Atlas'а, и, надеемся, это будет не военное применение. Прямо сейчас огромное сообщество робототехников работает над тем, чтобы роботы носили за нами наши покупки, прыгали с парашютом в лесные пожары для сбора данных в режиме реального времени, врывались в горящие здания и зоны стихийных бедствий, или хотя бы научились приносить стакан воды одиноким пожилым людям. Пишите в комментариях, о каких роботах мы забыли, и делитесь видео в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok